Добрый день, у микрофона Светлана Занько, и это программа «Особое мнение». Сегодня в программе целых два гостя, а не один, и я их представляю. Это член экспертного совета при правительстве Российской Федерации Пётр Щедровецкий. Пётр Георгиевич, добрый день. Добрый день. И наш постоянный эксперт, ректор Вятского государственного университета, нашего опорного вуза, Валентин Николаевич Пугач. Валентин Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я очень попросила Валентина Николаевича поприсутствовать в особом мнении сегодняшнем, потому что, с первого взгляда, тема сложная, которую представляли сегодня, а я скажу, что мы в записи выходим и пишем нашу программу 4 ноября, которую сегодня представляли в опорном вузе, и завтра будет продолжение. В связи с чем вы пригласили Петра Георгиевича? На какие вопросы хотелось получить ответы? Ну, вы знаете, мы много раз обсуждали и в нашем эфире, и в СМИ. Общественность Кировской области с достаточно большим включением и интересом наблюдает за реорганизацией объединения двух университетов ведущих. И, соответственно, есть общественный запрос на понимание, что происходит. Что происходит в университете? Университет формально завершил реорганизационные процедуры объединения двух коллективов, двух культур деловых, двух миров. Физики объединились лириками, если так условно говоря. Один коллектив, мы решили основные организационные, кадровые, документационные вопросы. Наконец-то сейчас в целом решили, безусловно, там много чего осталось. Но сейчас очень важный вопрос, как жить дальше, как работать, какие строить планы, перспективы, какую иметь стратегию развития. Есть утвержденная и одобренная программа развития опорного университета, которая устаревает на глазах с точки зрения того, что жизнь меняется очень быстро, ее нужно корректировать. И нужно синхронизировать картинки мира, основные цели, приоритеты, способы их достижения у двух половинок одной объединенной команды. И очень важно в самом начале вот этого нового стратегического планирования и нового движения вперед, ну, внимательно осмотреться по сторонам, внимательно изучить ситуацию, в которой мы находимся. Ситуацию в мире, в стране, в Кировской области, все возможности, предпосылки, тенденции, которые происходят вокруг нас, соотнести свои внутренние возможности, ресурсы, цели и ограничения с теми трендами, которые происходят вокруг. И дальше построить такую сбалансированную концепцию развития университета. И при том, чтобы не только руководство или узкая секта жрецов, топ-менеджмента университета, а чтобы весь коллектив, вся команда, профессора, заведующие кафедр, деканы факультетов, преподаватели, студенты и аспиранты знали, что, собственно, происходит, куда мы стремимся, что мы хотим сделать, чего достичь. И в этом плане, я считаю, мы идеально рассчитали календарное время, когда для таких обсуждений, для таких разговоров к нам приехал эксперт уровня Петра Чедровицкого, который на основании своего профессионального личностного опыта, колоссального, по решению очень сложных задач в сфере образования, промышленности, отдельных отраслей промышленности, ну такой, как атомная, административных различных реформ, которые происходили в стране, знает, что надо делать, а что не надо делать, какие вопросы надо учитывать. И сегодня, вот, пять часов мы работали в университете, люди в выходной день пришли, это коллектив, и неотрывно, внимательно задавая вопросы, слушали, внимали, что говорил, о чем рассказывал, какие примеры приводил, какие вопросы задавал Петр Георгиевич, ну, я понимаю, что это было абсолютно верно, своевременно и полезно. Я уже сейчас получил шквал звонков, благодарности по поводу того, что как это здорово было и интересно. Мы специально дали возможность Петру Георгиевичу слегка отдышаться, потому что пять часов марафона, да, лекционного, он требует хотя бы короткой передышки. Петр Георгиевич, вот тема, когда я ее увидела, а завтра я еще и слушать буду, да, когда вы будете встречаться с промышленниками, с бизнесменами, «Вызовы, стоящие перед экономикой Кировской области в условиях Третьей промышленной революции», а сегодня была тема «Вызовы, стоящие перед образованием Кировской области в условиях Третьей промышленной революции», она, конечно, кажется человеку посвященному, очень такой какой-то глобальный, и где Третья промышленная революция, а где отдельно взятый человек в городе Кирове, и что вообще представляет себя об этом, например, студент? Почему важно об этом знать, говорить, и все тенденции мировые, серьезные течения постоянно иметь на столе, да, следовать им? Ну, прежде всего, потому что процесс подготовки и образования, он имеет внутренний хронотоп достаточно длительный. Ну, если мы возьмем только тот фрагмент времени, когда человек приходит, выбирает направление обучения сам, вместе с родителями, под влиянием каких-то сигналов, которые он получает от средств массовой информации или от прочитанных книжек, приходит учиться, ну, значит, уже 3-4-5 лет, 6 по некоторым направлениям. Я думаю, вы понимаете, что любая система вузовской подготовки, она все равно делает полуфабрикат. Это не конечный продукт. И когда человек приходит на рабочее место, а сейчас мы все-таки понимаем, что лучше, если между несколькими ступенями обучения были бы такие промежутки времени, когда он может попробовать, чему же он научился на конкретном рабочем месте, и одновременно в этом процессе он формирует вопросы к последующему такту обучения и подготовки, у него возникает осмысленность того, что он еще год-два в магистратуре, может быть, на каких-то программах повышения квалификации, будет продолжать этот учебный процесс. И вот мы уже имеем дело с 10 годами. Какой будет мир через 10 лет? Что изменится? В каком мире ему реально придется работать? Поскольку, с моей точки зрения, мы находимся на старте новой промышленной революции, то этот мир существенно изменится, и произойдет это достаточно быстро. Все уже готово к масштабированию этих новых технологий. Уже четвертая промышленная революция получается? Ну, смотрите, я именно поэтому не хочу ее называть. Да, она четвертая в неком длинном, почти 500-летнем таймлайне европейской истории. Она по-разному нумеруется сегодня, есть разные подходы и разные школы, но важно не то, какая она по счету, а важно то, что она уже прошла свой инкубационный период, основные технологические идеи и решения уже готовы, и она потихоньку, пока может быть так просто стучится в дверь, но завтра она выломает эту дверь сильным ударом, и те, кто сегодня учится на первом, втором, третьем, четвертом курсе бакалавриата или поступили в магистратуру, они будут уже социализироваться и работать в этих новых условиях. Поэтому важно, предупрежден, значит, вооружен, нужно понимать, как может выглядеть ландшафт этих изменений и основные технологические коридоры развития. Ну и, соответственно, образовательные программы, которые предлагают УС, они должны учитывать эту новую реальность? Ну, они желательно должны быть опережающие, мы должны понимать, что будет происходить в мире, в стране и в технологиях, и в их применениях, и, соответственно, уже сейчас закладывать знания и умения, которые будут востребованы в новом формате. А для этого мы еще до этого должны запустить правильное целеполагание всего образовательного процесса, подготовить преподавателей, подготовить инфраструктуру, измениться внутренне, организационно, технологически, для того, чтобы быть готовым по-новому учить новых учеников, к новым видам деятельности, к новой работе. А цепочка, соответственно, очень сложная и длинная. Это был Валентин Пугач. Сейчас пока еще не ориентируются, может быть, слушатели в голосах. Петр Георгиевич, что Вы сказали сегодня преподавателям ВУЗа, там были аспиранты и преподаватели в основном. Мы знаем, что лекция будет доступна, надо сказать, это слушателям есть заинтересованная, доступна на сайте нашего опорного ВУЗа. Ну, во всяком случае, все преподаватели и студенты будут иметь к ней доступ. Доступ. Какой Вы реальности писали преподавателям и аспирантам, вот сейчас новую реальность, в которую они вступают? Есть три ключевых технологических коридора, которые сформируют платформу технологий новой промышленной революции. Первое – все в цифре. Когда я говорю слово «все», я имею в виду буквально все, начиная от природного ландшафта и кончая человеческим телом. Приведите пример. Ваша электронная модель хранится в базе данных. Меня, Светлана Занько. Да? Вот, все данные по 28-30 параметрах вашего психофизиологического функционирования поступают в эту базу данных, обрабатываются в режиме онлайн. Если, не дай бог, с вами что-то произошло, ну, не знаю. Меня репродуцируют? Каким-то образом. Да, в принципе, да, но по частям. Поэтому, ну, если, например, не дай бог, там, вы упали, подскользнулись, у вас повредилась, там, шейка бедра, например, вы сломали ногу, то по мере диагностики этот орган или какие-то его каркасные структуры будут напечатаны на 3D-принтере с учетом вашей специфики, ваших особенностей и имплементированы. На этой ноте сейчас придется нам прерваться буквально на одну минуту. Вы нас заинтриговали. Продолжим через одну минуту. Это программа «Особое мнение», и сегодня у нас в гостях Петр Щедровицкий, член экспертного совета при правительстве Российской Федерации, и Валентин Пугач, ректор опорного вуза нашего региона. Петр Георгиевич рассказывает о том, в какую новую реальность, новую промышленную революцию, в новую промышленную реальность, экономическую реальность, как ее правильно назвать, вступает в наше общество сейчас, а может быть, уже вступило. Ну, я предпочитаю говорить о новой платформе технологий, то есть это набор технологий, которые находятся еще друг с другом в определенных синергетических связях. Которые влияют на абсолютно все грани жизни на этой планете. Когда я говорю все в цифре, то я буквально имею в виду, что каждая вещь и каждый процесс окружающего нас мира будет оцифрован, он будет существовать в виде цифровой модели. И с этой моделью, как вы понимаете, можно осуществлять ряд операций, которые нельзя осуществлять с живыми вещами. А для некоторых направлений деятельности, ну, например, для строительства, это же очень важно. Очень важно иметь изображение того объекта, который вы строите, процесса строительства и моделировать его, улучшая отдельные показатели, избегая каких-то разрывов и ошибок в проекте или в оргпроекте организации работ, оптимизируя, используя ресурсов, меняя те материалы, с которыми мы будем работать. Это, собственно, вторая часть. Итак, все в цифре. Второе направление. Материалы с управляемыми свойствами. На первом шаге, это 40-50 лет назад, это была нано-революция. То есть, это работа с материалами на нано-уровне. Прежде всего, в тот период это было изменение поверхностных свойств материалов. Ну, например, чтобы они избегали коррозии, или чтобы они были более эластичны, или чтобы они были твердые, если нужно, и так далее. Потом второй большой этап, это композиты. Это фактически уже конструкция из материалов. Сегодня на тоненькой-тоненькой ниточке, на огромной длине может висеть огромная масса. Сегодня самолеты, в которых мы летаем, делают из ткани, а не из металлов, как это было 30-40 лет тому назад. Это так называемые припрыги, специальным образом химически пропитанные ткани. Но они по своим тактико-техническим характеристикам гибче, прочнее. Они выдерживают большие нагрузки. Естественно, например, корпус самолета становится более легким. Следовательно, он тратит меньше топлива для выполнения тех же самых расстояний. Он может быть больше и выдерживать одновременно большие нагрузки и так далее. И сегодня мы вплотную подходим к созданию биологических материалов с управляемыми свойствами, так называемых программируемых материалов. И в процессе создания вещи материал создаётся одновременно с самой вещью. Ну, типичный пример аддитивной технологии, в простонародье 3D-принтеры, когда у вас есть одна машина, которая делает материал, ну, не знаю, керамику, например, а другая машина, которая из этого материала прямо одновременно делает изделие. Ну, сразу представляется, конечно же, что буквально через некоторое время рядом с нами будут ходить биороботы, согласно тому, что вы говорите. Это третье направление, но не просто биороботы, а вообще умные системы управления, когда в любой вещи может быть управляющий чип, который сами по себе связывается в некую инфраструктуру. Одно из направлений – это так называемые безлюдные производства, когда всё делают машины. Сегодня, ну, скажем так, производственный процесс делают роботизированные линии, а управленческий процесс, ну, всё-таки в большей или меньшей степени делают люди. Завтра контроллеры основные тоже станут роботизированы. В связи с этим, кстати, сейчас уже происходит перенос производства промышленного из стран с дешёвой рабочей силой обратно в цивилизованные страны, поскольку роботов становится больше и рабочей силы тратится меньше. Честно говоря, я даже не знаю, зачем они переносили туда. Это было какой-то очень… Подождали бы чуть-чуть. Ну, конечно, это было какое-то сиюминутное такое, ну, не знаю, потеря ориентации. Выросили себе конкуренты. Да. Да, которые копируют технологии сейчас интенсивно. Ну, смотрите, но тут надо чётко понимать, что это три элемента единого целого. То есть, если у нас всё в цифре, то тогда нам легко использовать материалы с управляемыми свойствами. Если у нас всё в цифре, у нас возможно создание умных систем управления. Ну, сегодня это автомобиль с искусственным интеллектом. Сегодня это GPS, который управляет вашим маршрутом. Сегодня это чип на вас, который контролирует состояние вашего здоровья. И не просто контролирует он это. Данные передаёт в соответствующую базу данных. И искусственный интеллект может принимать некоторые решения. Вы же прекрасно понимаете, у нас огромное количество проблем, связанных с плохой диагностикой. А данная система может профилактически проводить целый ряд таких замеров и рекомендовать как человеку, так и медицинской системе какие-то методы преодоления этих трудностей. И мы сэкономим огромные деньги на том, что мы не будем лечить уже... Да, система быстрого реагирования и ранней диагностики. Соответственно, так же, как дорога может диагностировать автомобиль или автомобиль, дорогу, точно так же это возможно на железной дороге, в авиации. Это повысит безопасность систем, снизит аварийность. И если мы представим себе этот мир, то, конечно, он совершенно другой, чем мы привыкли. Там человек начинает разделять с машиной процесс принятия решений. Он переносит на машину целый ряд задач оценки больших массивов информации, разработку сценариев, которые сегодня либо вообще невозможно осуществить, либо это связано с огромными трудозатратами. Производительность труда резко растет. Вот я сегодня приводил пример, что Маск заявляет, что он через 8-7 лет, он в 5 раз более производительный сделает технологическую цепочку создания электромобиля. То есть, если у Форда в пределе это 50 секунд, один автомобиль сходит с конвейера, и сегодня именно такой же срок остается в Тойоте или в других автомобильных гигантах, то при переходе от 2000 деталей к 18, причем это детали совершенно другие, это электромотор, это искусственный интеллект, это другая трансмиссия и так далее и тому подобное, он будет выпускать одну машину раз в 10 секунд. Она будет дешевле нашего сегодняшнего автомобиля, она будет экологичнее нашего сегодняшнего автомобиля, она будет долговечнее, она почти не будет требовать денег на топливо в своей эксплуатации, потому что стоимость каждого километра на электромобиле проеханного, она, конечно, меньше, и одновременно мы с вами экономим гигантские ресурсы. Да, Петр Георгиевич, сейчас очень многие слушающие нас, особенно те, кто считает себя экспертами в том, что творится в экономике Российской Федерации, сказали бы вам, что это все, конечно, прекрасно и, наверное, где-то это случится, но точно не здесь, не в России. Вы знаете, я воспитан несколькими людьми, вот один из них мне говорил всегда так, когда караван поворачивает, хромой верблюд оказывается впереди. Поэтому не знаю про ваших экспертов, но недоверие среднестатистического россиянина к самому себе и своей стране меня всегда удивляло. Но оно существует, правда же? Я это обозначила как проблему, с которой наверняка и Валентин Николаевич в ВУЗе сталкивается, потому что, когда слушаешь вот эти вот истории, кто-то ими вдохновляется и понимает, что нужно бежать быстрее в 2-3 раза, или лететь вообще, а кто-то говорит, да что вы, боже мой. Это не про нас, мы до этого не доживём. Есть ли такое, Валентин Николаевич? Конечно, конечно. И одной из задач сегодняшней встречи, наверное, с преподавателями-эсперантами было... Ну, послать определённые сигналы по поводу того, что, и это звучало сегодня на обучении, что перемены происходят, и на конкретных примерах Пётр Георгиевич это доказывал, что перемены происходят гораздо быстрее, чем самые смелые и продвинутые члены общества думают, что они происходят или произойдут. И инерционность мышления, конечно, у нас есть, и с этим что-то нужно делать. Кто-то в это не верит, кто-то действительно начинает лихорадочно думать, а готов ли он к этим переменам, и что нужно сделать, чтобы к ним подготовиться. Кто-то думает о государственных интересах, кто-то думает о своих личных. Кстати, ну, успех в данном случае... Я прошу прощения, но я, значит, когда-то в середине 90-х, я участвовал в большом совещании на уровне Министерства связи, и там обсуждался вопрос, сколько в 2010 году будет мобильных телефонов. В каком году разговор? Ну, где-то в середине 90-х. Значит, почти все сказали, что, ну, там, типа, несколько миллионов. Вот, самый крутой эксперт, значит... Отмороженный, самый безбашенный. Отмороженный, он сказал, что 10 миллионов, вот, а было их 100. То есть все эксперты ошиблись в своей профессиональной области ровно в 10 раз. А это эксперты? Да, это были эксперты, вот, вы же ссылаетесь на экспертов. Поэтому всегда так происходит. Когда промышленная революция начинается масштабировать, то все занижают оценку тех изменений, которые произойдут. Хорошо. Если те изменения, которые вы сейчас описали, действительно неизбежны, и они уже происходят, к чему должны быть готовы высшие учебные заведения? Вы меня спрашиваете? Ну, вы же сегодня, наверное... Вы рассказывали, наверное, сегодня преподавателю. Ректор об этом еще, наверное, рассказывает. И ректору, вероятно. Надо воспользоваться тем, что сегодня у нас в нашем городе гость. Давайте его послушаем. Путер Щенровицкий. Смотрите, давайте так, значит, мы можем ранжировать эти перспективы по трем основным уровням. Значит, если мы возьмем самый масштабный процесс, процесс изменения требований со стороны новой промышленности к компетенциям, квалификациям, навыкам, знаниям выпускника, то порядка 30% профессий, к которым мы привыкли, вообще исчезнет. Причем не только водители транспорта, ну, там, такси или большегрузного транспорта, о которых все сейчас говорят в связи вот с этой компьютерной революцией, но, например, там радикально изменятся юридические профессии, потому что часть дел судебных будут вести роботы. Да, вот мне сегодня мой приятель позвонил, что в аэропорте Кеннеди в Нью-Йорке уже вместо офицеров, которые проверяют документы, сидит робот. В тот момент, когда человек подходит, робот уже знает, с какого он рейса, потому что уже его отсканировали лицо, и уже все это посчитано по базе данных. И прохождение вот этого вот паспортного контроля, оно сейчас занимает там полторы минуты. Все, дальше это будет... Это вот уже реальность, это сейчас происходит, 4 ноября. Да, да, соответственно, уже сегодня там чтению детей в детском саду учит робот, и, как вы понимаете, он это делает гораздо более тщательно. Это спорно, и сейчас вот с вами бы поспорили очень многие психологи и педагоги. Вы знаете, поскольку я сам психолог и педагог профессиональный, то со мной нет особого смысла спорить по этому вопросу, потому что все это становится возможным именно потому, что мы хорошо понимаем, как устроена учебная деятельность. Нельзя компьютеризировать и автоматизировать деятельность, которую мы не понимаем, как устроена. Сейчас приверемся буквально на 2 минуты, и через 2 минуты продолжим с Петром Щедровицким, членом экспертного совета при правительстве Российской Федерации, Валентином Пугачем, ректором Вятского государственного университета. Это сегодня очень особое-особое мнение. Особое мнение на 101FM Возвращаемся в студию. У микрофона Светлана Занько. Сегодня в особом мнении Петр Щедровицкий, член экспертного совета при правительстве Российской Федерации, и Валентин Пугач, ректор Вятского государственного университета. Так вот, вызовы, которые стоят перед образованием Российской Федерации, перед этой отраслью и перед опорным ВУЗом Кировской области, это, во-первых, как мне представляется, все-таки осознать новую реальность, в которой мы сейчас находимся, о которой сегодня рассказывал Петр Георгиевич. И, во-вторых, наверное, попытаться не догонять весь мир, который сейчас думает уже и живет в этой новой реальности, в новых технологиях, не догонять и не придумать собственный велосипед. А, наверное, правильно я понимаю, что мы должны интегрироваться все-таки в этот процесс? Ну, смотрите, во-первых, не нужно преувеличивать состояние мира. Мир очень разный, он очень сложный. 60% населения мира продолжают жить на грани голода сегодня. Нас на планете 7,5 миллиардов, и, в общем, это очень сложный и такой драматичный процесс. Россия, в общем, уверенно входит в число достаточно богатых стран. Просто надо чаще ездить в Бангладеш, а не в Швейцарию, и у вас будет правильная картина мира. Но если вернуться к основному вопросу... Я просто сейчас у меня такой разрыв сознания. Я все-таки должна думать, что ничего, Бангладеш живет похуже, чем мы, и, слава богу, будем дальше сажать картошку на огороде, или все-таки мы будем смотреть в сторону того мира, который в цифру переводит уже сейчас последнюю травинку? Ну, правильно. Вот в этом смысле надо смотреть на технологические вызовы и думать, как их у себя можно реализовать. Но если все-таки вернуться к проблемам, то и так нижний слой, часть профессии исчезнет, появится новая, которым мы даже не имеем имен для этих профессий. Вот я недавно в одном из крупных городов мировых в мэрии столкнулся с человеком, который... У него профессия, если так на русский язык, нюхатель. Он занимается чистотой воздуха. Он входит в команду, которая работает... Разве это не приборы должны делать, нюхать воздух и определять их? Да, но он как бы не нюхает, он не в том смысле, что он из парфюмерного бизнеса, где роботы заменили, нюхатели, перешел вот в этот, где еще не заменили. Нет, это человек, который понимает, как устроено воздушные потоки в крупном городе, какие технологические решения должны быть, и он решает эту конкретную задачу. В городе пахло приятно. Чтобы человек находился в адекватной, с точки зрения чистоты воздуха, экологической среде, потому что мы больше всего потребляем воздух. На втором месте вода, и на третьем только продукты питания. Поэтому, когда мы, например, занимаемся экологией продуктов питания, не занимаемся экологией воздуха, то это все равно не решает проблему экологической среды существования. Но это один маленький пример. На втором уровне это переход от институциональной системы, в ядре которой было образовательное учреждение, и все концентрировалось вокруг него. Учащиеся, преподаватели, деньги, материально-техническая база, методички, контент и так далее. К институциональной системе, в ядре которых лежит индивидуальная образовательная программа. Вот каждый из нас может сегодня разработать для самого себя, а родители для своих детей, индивидуальную образовательную программу. С учетом их особенностей, психофизиологических, ментальных, все мы разные. Мы учимся с разным темпом, у нас разная организация внимания. Следовательно, и методики должны различаться. Если мы в классно-урочной системе все это усредняем, и понятно, что у нас выпадают как раз самые талантливые и самые трудные, они оказываются за бортом учебного процесса, со всеми вытекающими отсюда последствиями, то индивидуальная образовательная программа, она ваша. Или ваших детей. И вы можете вместе с ними и тьютерами, которые помогают создать эту программу и реализовать, вы можете ее корректировать и развивать. И в конце концов, бенефицаром от подготовки образования тоже являетесь вы или вот ребенок. Потому что в зависимости от того, насколько он себя развил, он займет какое-то место на рынке труда, будет получать доход. Больше или меньше. И третье направление – это изменение технологий в самом учебном процессе. Вот мы сказали про роботов, которые учат чтению или счету детей трехлеток, там, четырехлеток. Но, с другой стороны, это онлайн-сервисы. Это новые формы упаковки контента. В конце концов, это цифровые модели в любом сложном процессе, неважно, инженерном, строительном, проектном. И я возвращаюсь к тому, что уже было сказано. Если мы не погрузим нашего сегодняшнего студента в подобную среду в самом учебном заведении, то для него столкновение с новыми технологиями, новыми требованиями к рабочему месту на предприятии, куда он придет через 5-7-10 лет, окажется катастрофичным. Следовательно, нам нужно сегодня эти технологии интегрировать прежде всего внутрь учебного процесса, создать, если хотите, вуз-фабрику, новую цифровую фабрику в ВУЗе, с тем, чтобы, когда он придет на рабочее место, да, он скорее начнет его развивать, чем придет в ужас от столкновения с неизвестным. А и начнется все заново, как вот у нас было принято до этого времени, забудь все, что тебе давали в ВУЗе. Сейчас я тебе научу, говорил наставник, ученику на заводе. Валентин Николаевич, насколько готовы наши современные высшие учебные заведения к внедрению таких технологий? Или, может быть, они уже внедряются? Ну, элементы этого, безусловно, уже присутствуют, и цифровизация учебного процесса идет полным ходом, и не могу сказать, что российские вузы совсем в этом не участвуют. Да, есть мировые лидеры, но мы двигаемся этими параллельными курсами достаточно активно. Даже региональные вузы, даже ВЯТГУ, является в том числе одним из лидеров электронного обучения в России. Сейчас подумал так, Валентин Николаевич, неплохие сначала сказал, потом решил, что какие неплохие лидерские, конечно, позицию занимают. Здесь надо аккуратно говорить, конечно. Ну, соответственно, элементы зачатки, элементы будущего, они присутствуют. Но, безусловно, мы недовольны своим нынешним положением, мы критически относимся к тому, насколько преподаватели, технологии образовательные, менталитет и политика вузов соответствуют тем вызовам. Мы опаздываем, надо быстрее, и, соответственно, нам хотелось бы понимать, что надо делать и что можно сделать в этой ситуации. Эти вещи решаются внутри каждого учебного заведения? Или мы снова отсылаем нас к политике Министерства образования Российской Федерации? Как это всё должно происходить? Есть идеальное представление, как бы хорошо бы, чтобы это могло происходить. Ну, в реальной жизни это происходит, свою роль определённую по выработке политики выполняет Министерство образования и науки, как классическая бюрократическая структура с элементами инноваций, которые она пытается себе внедрить. Часть этой функции выполняет университет, как организация. Часть функции, очень большую, должны выполнять конкретный преподаватель. Он должен сам быть носителем правильной идеологии и владеть правильными технологиями. И отдельный вопрос, что ничего это не получится без правильной мотивации картинки мира обучающегося. Он должен знать, зачем ему учиться, что ему это даст, какие знания ему нужны будут в будущем. И, соответственно, он должен требовать от образовательного учреждения или вообще от системы образования в стране и в мире те услуги, которые ему нужны, за которые он готов платить. Своими деньгами и временем. Вот это поколение, которое сейчас находится в УЗИ, они уже готовы к подобному изменению сознания? Потому что все ведь у нас пока что учатся в классической системе. Или мы говорим о детях, которые, как вы сказали, сейчас в 3-4 года встретятся и встречаются уже прекрасно, общаясь с планшетами и с компьютерами, с цифрой, с технологиями, которые их обучают? Ну, во-первых, я хочу сказать, что вот на том эмпирическом материале, который мне доступен, да, действительно, дети уже в 3-4 года совершенно спокойно управляются с этими технологиями. И для них нет барьера, который есть, например, вот для представителей моего поколения. А второе, следовательно, через шаг, если они научатся работать с этим материалом, мы должны помочь в том числе ВУЗам и отдельным преподавателям войти в эту платформу. То есть заимствовать из нее все, что нужно, что они не смогут разработать сами, и свой элемент контента профессионального и свой ноу-хау тоже передать в эту платформу. Это резко расширяет потенциал тех разработок, которые делаются на региональном уровне. Я считаю, что сегодня реформа образования должна учитывать сетевой характер нашей образовательной инфраструктуры. И каждое учебное заведение может специализироваться в одних вопросах и заимствовать из этой сети те вопросы, которые по каким-то причинам они не могут разработать и сделать сами. Ничего страшного в этом нет, наоборот, это открытая система. Спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Я благодарю Петра Щедровицкого, члена экспертного совета при правительстве Российской Федерации, и Валентина Пугача, ректора Вятского государственного университета, за эту интересную беседу. Напоминаю, что программа идет в записи. Записывали мы ее 4 ноября. И сегодня прошла большая птичасовая лекция в опорном ВУЗе, вызовы, стоящие перед образованием Кировской области в условиях Третьей промышленной революции. А завтра будет встреча с представителями бизнеса и промышленности города Кирова и Кировской области. Я думаю, что после этого вот уже Петр Георгиевич уедет, конечно. На следующей неделе мы с Валентином Николаевичем, возможно, дадим оценку тому, как отреагировали промышленники и бизнесмены на вот это новое знание. Благодарю вас. У микрофона была Светлана Занькова. Всем до свидания. Спасибо. Спасибо.